Несчадно палящее солнце. Афины в разгар лета. Столбики термометров всё чаще зашкаливают за 40 по Цельсию. Испытание не только для неискушённых жарой туристов, но и для местных жителей. У Элени Меревиле всегда с собой бутылка воды. Что такое жара в родном городе и какую опасность она с собой несёт, Элени знает не понаслышке. Она главный, если так можно сказать, тепловик страны. Элени первый специалист по теплоснабжению не только в Афинах, но и в Европе. Ей поручено обеспечить городу пригодное для жизни будущее в условиях изменения климата. Для этого приходится заглянуть в историческое прошлое города. И она опускается под землю вместе с сотрудником станции водоснабжения Афин. Здесь проходит акведук Адриана, подземный туннель длиной почти 20 километров. Сооружён он был во времена римского императора Адриана во II веке. В сегодняшних планах Элени здесь вскоре снова должна течь вода. Над проектом уже работают инженеры. Планируется 20 точек, на которых будет осуществляться отбор воды из акведука. Затем она будет распределяться по новым зелёным оазисам города. В проекте своего рода зелёный пояс через Афины. Это должно сделать город более прохладным и зелёным. Цель Элени – создать в родном городе больше парковых зон. Одной из таких она уже особо гордится. Этот парк создал её знакомый ландшафтный дизайнер по японскому образцу. Для будущих парков должны быть выбраны специальные деревья. У них должна быть богатая тенистая крона и толстый ствол. Они должны быть неприхотливы к воде и выживать в экстремальных погодных условиях. В последние годы экстремальная жара в Греции почти всегда сопровождается лесными пожарами, которые не раз подбирались к границам столицы. Так в середине июля загорелась северная окраина Афин. Огонь уничтожил десятки домов. Лишние доказательства для Элени Меревиле время поджимает. Ведь уже через пару десятилетий, если ничего не предпринимать, большая часть города с четырёхмиллионным населением может стать непригодной для жизни. В летние месяцы Афины уже один из лидеров в пожаре в Европе. У нас почти нет парков и зелёных зон. При этом много бетона и асфальта. Эти материалы ещё больше нагревают город. Добавим к этому вырабатываемое тепло от автомобилей и кондиционеров. При этом мы – это всё более стареющее общество. И всё вместе взятое смертоносный коктейль для Афин. Но мало кто из жителей Афин относится к проблеме жары серьёзно и воспринимает её как настоящую угрозу для жизни. Если у меня болит голова или меня тошнит, то я просто опускаю ноги в холодную воду. В Афинах всегда летом невыносимо. У нас же нет рек, а большая часть зелени вокруг города уже выгорела. Элени не собирается сдаваться и не намерена уезжать из родного города, но может понять тех, кто его покидает. Моя дочь сейчас учится в Норвегии. И я, честно говоря, очень рада, что она там. Потому что действительно боюсь, что в будущем здесь, на юге, будет крайне тяжело. При этом у молодёжи Афин должно быть будущее и в их родном городе, уверена Элени. В конце концов, с оптимизмом, говорит она, это далеко не первый кризис за почти четырёхтысячелетнюю историю этого города. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Игорь Негода Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...